Всем привет! Вы на канале Кореш24К, а меня зовут профессор Гарибальди. Сегодня на повестке дня у нас крутейшая битва строителей, тема которой дома и другие рукотворные строения. Вас ждут просто невероятные постройки от моих подписчиков, а победитель получит, как всегда, в 500 рублей на квас. Залетайте ко мне в телегу, там оповещаю о старте новых битв, а также выкладываю самые интересные новости и провожу конкурсы. Что ж, не будем медлить, ставь лайк и подписывайся на канал, мы начинаем! 20 место На 20 месте расположился дом от подписчика с ником Артем52G. Домик получился добротный, но довольно-таки стандартный. На улице рядом с домом есть туалет, который, кстати, не занят, а войдя внутрь дома, мы попадаем в просторное помещение. Здесь и кухня, зал и даже спальня. Есть даже лестница на второй этаж, а точнее чердак. Называется постройка Домик Артика, идем дальше. 19 место 19 строчку нашего хит-парада занимает подписчик с ником Топчик Игрок. И да, я думаю, это одна из самых высоких построек, которые вы видели в Чикенгане. Называется эта башня Бурдж Кореш. Поставил я ее лишь на 19 место, потому что сама конструкция довольно простая. И, конечно, не хватает более ровно сложенных деталей. Но строитель явно постарался, поэтому ваш лайк точно заслуживает. Перед продолжением просмотра ролика хотел спросить у вас, как вы пополняете баланс своего Steam аккаунта. Лично я заношу деньги через Steam Balance. Я искренне рекомендую вам этот спасительный для геймеров сервис. Ведь в текущих реалиях многие вообще не знают, как пополнить свой Steam кошелек. А Steam Balance я проверил лично. Все работает. Считаю, что это реально самый популярный способ пополнить ру Steam с выгодными условиями. Ведь более 2 миллионов пополнений, а многом значат. Осенняя распродажа в Steam уже началась. Надо поспешить, чтобы урвать все самые выгодные товары. Хочешь выиграть Steam Deck просто за пополнение Steam? Легко. Участвуй в ежемесячном розыгрыше Steam Deck. Разыгрывается она между теми, кто пополнил баланс от 5000. А также ежедневно сервис удваивает пополнение от 500 рублей своим случайным пользователям. Сразу видно, что Steam Balance заботится о каждом своем клиенте. На сайте даже есть специальный раздел с выгодными предложениями. Тут ты найдешь скидки до 90% на все игры Steam. Есть функция поиска и фильтры, которые помогут вам найти то, что нужно. Плюс сразу видно, доступна ли игра в России. Что ну очень удобно. Кореш плохого не посоветует. Так что можете поставить видос на паузу. Залетайте по ссылке в описании и удваивайте пополнение. Забирайте халявный Steam Deck и закупайтесь на распродаже. Восемнадцатое место. Ну а мы продолжаем. На восемнадцатом месте расположился домик от Михи Топ. Маленький, но уютный домик в стиле хай-тек. Рядом с домом на улице имеется даже бассейн. Войдя внутрь мы попадаем в прихожую, где можно оставить обувь. А дальше нас будет ждать небольшая, но очень уютная кухня. Поднимаемся по лестнице и попадаем на второй этаж. Здесь будет находиться спальня с крутым видом на улицу. Строение называется дом хайпа. Ну а мы идем дальше. Семнадцатое место. Окруженный лесом дом построил подписчик с ником РПшник. Вы спросите, что же это такое? Как объяснил строитель, это есть нечто иное, как дом Шрека. Но какое-то сходство явно есть. А это похоже тот самый знаменитый туалет. Шрека здесь не оказалось. Давайте заглянем в сам дом. И в доме тоже пусто. Только пингвин что-то делает на кровати. Идем дальше. Шестнадцатое место. На шестнадцатом месте расположился дом от подписчика с ником Тима. Как мы видим, возле дома располагается детская площадка, палаточный городок и даже озеро. Сам дом отмечаю, что сделан достаточно качественно. Давайте заглянем внутрь. Здесь мы сразу отмечаем большую просторную кухню. За дверью слева находится туалетная комната. А поднявшись по лестнице, мы очутимся на втором этаже, где будут еще несколько помещений. Это, я так понимаю, рабочий кабинет. За еще одной дверью мы находим спальное помещение. И, конечно же, выход на балкон, где можно уютно расположиться и выпить чайку. Ведь это дом для отдыха. Хотя, подождите-ка, если мы заберемся по лестнице на крышу, то найдем секретный вход. Это будет еще одна дополнительная комната, в которой можно закрыться от всех проблем и понаблюдать за ночным небом в телескоп. Ставим лайк и идем дальше. До пятнадцатой строчки добирается вот этот крутой памятник, который построил Нифлома. Я очень люблю нестандартный подход к битве строителей. Это же настоящий шедевр нашего чикинганского искусства. А называется сие творение Чикин Свободы. Надо как-нибудь отдельную битву памятников может провести. Как думаете? Четырнадцатое место. Подписчик с ником Nugget100K расположился на четырнадцатом месте. И это его дом. Не знаю точно, построил ли он дом из своей реальной жизни, но выглядит он очень круто. Слева и справа от входа мы видим небольшие насаждения. Быть может это клумба цветов или другие огородные растения. Внутри дома мы найдем четыре комнаты. Первая это зал для отдыха с телевизором и окном на улицу. Вторая это спальня. Ванная и туалет совмещенные выглядят таким образом. И конечно же есть кухня. Пошарились в доме Наггетса, ставим лайк и идем дальше. Тринадцатое место. Тринадцатое место занимает итальянская вилла от подписчика с ником Shep14K. А точнее как он назвал свое творение Дом де Италия. Очень интересная и необычная постройка у него получилась. Вы только посмотрите. Здесь есть и стол с вкусняшками. И даже бассейн, в котором чилится Игорек. Рядом с бассейном мы находим туалет, который занят, извините. И поднявшись по лестнице мы попадаем в комнату, где готовится пицца. Итальянская пицца в печи. В общем, если бы вы хотели отдохнуть в таком домике, то обязательно поставьте лайк. Двенадцатое место. Если я правильно понял, то Оранж построил свой дом. И мы в реальном смысле сейчас пройдемся по его хоромам. На заднем дворе я нашел лестницу, которая ведет на чердачное помещение. Здесь, наверное, как и у всех, лежит различный ненужный хлам. Но он там должен лежать. Войдя внутрь самого дома, мы попадаем в большую просторную кухню. Единственное, на меня давили потолки. Хотелось бы, чтобы они были повыше. А на втором этаже не менее просторный зал, в котором можно позалипать в телевизор или поиграть в PlayStation. Также отсюда можно выйти на балкон, чтобы полежать и насладиться прекрасным видом природы. Одиннадцатое место. Подписчики с никами Герцодай и Ворон56К построили необычный дом. Что же здесь необычного? Во-первых, механизм, который находится в воде. Похоже, это механизм небольшой гидроэлектростанции, которая питает этот дом. Ведь он называется Гидродом. Пройдя площадку для отдыха, мы попадаем на мост, который приведет нас прямо в дом. Внутри мы найдем много различных деталей, которые гармонично вписываются в интерьер. Кваса много не бывает. А также есть выход на балкончик к морю. Ну как вам мой домик у моря? Очень даже ничего. Но мы идем дальше. Десятое место. Десятку сильнейших открывает подписчик с ником Лимончик. Ну и вы, наверное, уже догадались, что это за постройка. Это же Кремль. Прикольная и необычная постройка, друзья. Такие я очень ценю. Вы только посмотрите, из чего сделана звезда. В ее создании участвовала пицца. К сожалению, внутреннее обустройство отсутствует. А жаль, эта постройка могла оказаться еще выше. Девятое место. На райском острове расположилась вот эта крутая постройка от подписчика с ником Дронз. Пальмы, солнце, пляж, море. Что еще нужно для отличного отдыха? Конечно же, ролики от кореша 24к. Проверь, подписан ли ты на канал. Ну и давайте осмотримся. Это похоже на парковочное место. С тачками, которые любит батя. Заходим внутрь и попадаем в холл. Все сделано очень качественно. Кирпичик к кирпичику. Подписчик явно постарался. Даже в уборной комнате мы видим большое красивое окно с видом на море. На второй этаж можно подняться с помощью лифта. А далее уже выйти на большую смотровую площадку. Прям вип-хаус какой-то. А точнее, Z-хаус. Ставим лайк и идем дальше. Восьмое место. Восьмое место занимает подписчик с ником Шитом15К. Он построил сферическую огромную базу. Великую базу кваса кореша. Выглядит действительно эпично и очень качественно. Как бы эпично это все не выглядело, но в туалет придется ходить на улице. Чтобы попасть внутрь, надо пройти аж в две двери. У входа будет стоять робот-гудрон с кваса пушками. Также мы видим много компьютерного оборудования. Ну и на втором этаже располагается небольшая зона отдыха. Гарибальди одобряет. Идем дальше. Седьмое место. Седьмое место достается постройке, которую сделал подписчик с ником Фолчар. Да, это же дом на колесах. Многие пытались построить что-то подобное. Но это, поверьте, лучший вариант, который я видел. Все сделано очень качественно, продумано и детализовано. Зацените эту коробку передач. Пройдя внутрь салона, мы очутимся на кухне. Здесь же рядом можно сходить в туалет. Просто посмотрите, как все компактно устроено. Двухспальная кровать, кресло. Окно выглядит вообще как отдельный вид искусства. Здесь можно закинуть какие-нибудь вещи в дорогу. И есть еще одно спальное место. Хотели бы отправиться в путешествие на таком мобиле? Напишите в комментариях. Шестое место. Шестое место занимают пара известных строителей. Казак Шкипер и Святой Отец Яиц. Дом внешне выглядит не очень-то особенно. Но у него есть своя жуткая история. Жила одна бедная семья, Алиса и Евгений. Они жили в маленьком сарае из одной комнаты. У них не было денег ни на что больше. Они решили вызвать демона Малфаса для того, чтобы увеличить дом. Малфас наделил дом сердцем, которое заставило дом расти. В нем стали появляться новые комнаты и этажи. Но демон обманул их, сделав их своими слугами. Превратив Евгения в монстра! Он обязал их приносить жертву дому каждый день. Алиса представляется людям-риэлтором, заманивая покупателей в дом. Где Евгений их убивает и приносит сердцу дома. Аааа! Вот и Евгений! На этом моменте я прям очень сильно испугался, друзья. Видимо, здесь происходил сам ритуал призыва демона. А вот и само сердце. Посмотрите, как все выглядит жутко и круто оформлено. В общем, за такой креативный подход, шестое место. Двигаемся дальше. Пятое место. На пятом месте расположился не менее жуткий дом, который сделал холостянчик. Как вы уже могли догадаться. Это избушка на курьих ножках. В такой избушке наверняка должна жить Баба Яга. Как видите, выглядит эта изба очень круто. Не советую посещать такую, если встретите в лесу. Ну а я кореш, и я загляну внутрь. Внутри, как мы видим, не так много мебели и различных артефактов. Такие, как яйцо Кощея и котел с каким-то зеленым варевом. Оставим Бабу Ягу в покое и пойдем дальше. Четвертое место. До четвертой строчки добирается подписчик с ником The Line. И это его постройка. Знаменитый ресторан Клод Мане из сериала Кухня. Я лично не смотрел ни одной серии, но вы можете сравнить с оригиналом. По-моему, получилось очень схоже. Ну и давайте заглянем внутрь этого шедевра. Здесь мы видим несколько столиков и барную стойку. Открыв дверь за барной стойкой, мы попадаем внутрь самой кухни. Именно здесь готовятся самые изысканные блюда. Оформление на 100 баллов, что скажете. Ну а дальше огромное помещение, на которое, естественно, не хватило бы лимита. Но можно посмотреть, как все выглядит изнутри. Приглашаю всех присоединиться в мой телеграм-канал Кореш24К. Там я всегда с вами на связи и делюсь интересными новостями. Можешь найти канал по поиску, вбив Кореш24К, либо же перейди по ссылке, которую найдешь в описании моего ютуб-канала. Теперь они только там кликабельны. Вот мы и добрались до топ-3. Приготовьтесь увидеть самые эпичные постройки. Третье место. Третье место занимает один из лучших строителей. Air Channel. И это его невероятно крутой коттеджный дом. Как всегда, данный строитель делает все очень качественно. Кирпичик к кирпичику. На входе выложена дорожка из брусчатки. Растут деревья, и если пойти правее, то мы увидим гараж. Естественно, здесь стоит машина хозяина. Погнали осматривать сам дом. Первое место, в которое мы заглянем, является трапезной. Именно здесь происходит весь прием пищи. А в помещении напротив будет располагаться кухня, где эта пища и готовится. Пройдя дальше по коридору, мы попадаем в ванную комнату, которая, собственно, вот так и обустроена. Следующая комната является залом, где можно отдохнуть перед телевизором. А эта дверь приведет нас на задний двор, где также можно неплохо провести время и, например, пожарить мясо на гриле. Вернувшись обратно в дом, я поднимаюсь по лестнице на второй этаж, где будет располагаться еще несколько комнат. В общем, дом очень крутой и продуманный, и заслуживает вашего лайка. Второе место. На второе место я поставил постройку от Суматохи. И да, это еще одна избушка на курьих ножках. Но она мне показалась наиболее крутой. А еще прикольно, согласитесь, как она поджала одну лапку. Видимо, куда-то спешит. Сделано вроде несложно, но согласитесь, все пропорции настолько идеальны, что она заслуживает второго места. Дым, идущий из трубы и висящая свеча над входом добавляют антуража. Ну и внутри избушка оформлена по высшему классу. Кровать с ковром на стене, на столе какая-то похлебка и зелье. Ну и все в деревянном стиле. Очень круто. Первое место. Первое место занимает некто иной Сема. Да уж, такой постройки я еще не встречал. Ну, имеется в виду в Чекингане. А в реальной жизни это же знаменитая башня Биг Бен. Согласитесь, эта башня шикарно вписывается на эту карту. Было бы круто, если бы разработчик добавил ее прямо сюда. А если мы залетим внутрь, то найдем часовой механизм. Да тут даже часовщик присутствует. Я вас не звал, идите нафиг, а то часы сломаете. Ой, да не будем мы тут ничего ломать. Что ж, свои 500 рублей на квас Сема заслужил. Поздравляем его в комментах. Если авторы лучших строений разрешат, то я буду раздавать их карты в своей телеге. Буду создавать сервера, чтобы вы могли зайти и сохранить. В конце я также оставлю скрины 30 работ, которые не вошли в топ. Оцените их тоже, ведь ребята старались. Следующим роликом будет вторая серия про черного гуся. Следи за новостями, чтобы не пропустить ее. С вами был, как всегда, Кореш24К. Смотри другие ролики на моем канале. И всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok